всем привет хочу записать для вас небольшое видео это начало моей работы над новым портретом это будет портрет с 4 кошек размером 50 на 80 сантиметров то есть он довольно длинный я покажу фотографию коллаж которую я делаю предварительно а потом уже приступаю к заказу заранее холст у меня уже покрыт акрилом это такой первый слой здесь несколько разных оттенков потом когда я нарисую всех кошечек то я скорее всего водорастворимым маслом сделал еще один слой сглажу поверхность доработаю фон то есть это такая основа скорее всего он перекроется да то есть примерно цвет будет похожий но это будет уже масло они акрил я так часто делают сначала я пишу котиков акрилом а потом уже дорабатываю фон маслом и какие-то маслом тоже детальки доделываю потом все это сушится покрывается лаком и портрет готов у меня здесь ну такой относительно небольшое зерно иногда я беру даже немножко поменьше здесь вы видите на довольно характерны но слоев будет много и работа большая поэтому такое зерно тоже можно себе позволить здесь я рядом добавила кусочек палитры я постараюсь в этом уголке и работы чтобы было понятно по цветам я надеюсь что это будет интересно когда у меня сделан такой предварительный рисунок я смотрю на фотографию конечно много часов занимает и одна кошка и тем более четыре кошки то есть вот 11 котик это одну часов 67 точно такой работы бесперебойной если не считать всякие отвлечения на там поесть попить и так далее при том у каждого котика есть аксессуар в виде бантов или каких-то ожерелье украшений это тоже делает работу более долгой так вот чего я обычно начинаю сейчас хочу показать фронтальный кусок мордочки начинаю я как правило что и постели акрилом это сушек и вот так вот иду осторожненько вниз то есть сверху вниз веду работу мне так удобнее так получается эффективнее быстрее я так привыкла сегодня я наверно кусочек вот мордочки вам покажу поэтому для начала я сделаю контур с помощью черного цвета так мне понятнее намного уже но смотреть какая форма получается я добавлю себе черный черный у меня вот такая вот она уже кстати под заканчивается я возьму может быть какую-то другую следующий раз это у меня отвис то артиста черный акрил осталось сегодня так много но мне нужно сейчас его чуть-чуть совсем немножко его добавлю так ну потом по мере будем добавлять потому что черного конечно будет много так я смотрю что вроде все вроде видно просто меня такая хитрая здесь схема чтобы все это вместилось потому что работаю я за мольбертом палитру я там выше положила на две коробки чтобы было понятно потому что без цветов наверное интересно даже если учитывая то что здесь такая будет гамма относительная хотя я надеюсь что мы глазик сделаем я покажу просто но не хочу делать на там на 500 часов дам видео в этом плане и я смотрю где у меня идут темные участки и делаю такой контур разметку сначала я его сделаю с черным цветом потом белым добавлю первый слой он обычно такой относительный просто я бывает закрашиваю участки где темное темное где светлое светлое и потом уже добавляю детальки плюс идет проверка каких-то небольших форм например там не нужно ли мне больше меньше сделайте глаза какая там толщина слизистый например да по зрачкам насколько они открыты по зрачкам кстати интересный вообще момент потому что разные фотографии может быть вы тоже с таким сталкивались если пытались миксовать портрет из разных фотографий у них разное освещение соответственно разная открытость зрачка да то есть у меня есть одни котики там у них совершенно просто зрачки на на весь глаз очень крупные круглые у других они поменьше и нужно сделать что-то определенное потому что нелогично да если на картине у нас получается разное разный размер зрачков поэтому я буду приводить это к общему такому знаменателю что еще тоже освещение нужно нам учитывать да потому что свет с какой-то одной стороны должен быть на всех котятах это понятно здесь я пока еще думаю как мне это сделать наверное не знаю либо сделаю фронтальный свет открытый потому что у меня больше всего тут таких фотографий может быть и там ну знаете как такое легкое контур освещение я иногда делаю такое свечение небольшое по одному краешку так смотрится красиво вообще такие составные портреты работая не очень простая нужно вот все эти факторы учитывать но сейчас я просто смотрю на референс набираю небольшую форму цвет я делаю прям очень очень жиденький первые слои у меня они обычно похожи на акварельные прям совсем очень тонкие и легкие и можно не бояться во первых что мы зайдем на какие-то ненужные участки потом все это можно будет скорректировать по кисточке у меня это гамма синтетика троечка очень бюджетные кисти последнее время я не трачусь честно говоря на кисти потому что все равно акрил их портит даже если очень хорошо моете у основания ну вот здесь да вот в начале там собирается акрил уже меньше становится рабочей зонам кисти и они рисуют не так хорошо за исключением когда нам специально нужны кисточки которые рисуют не очень хорошо скажем так кисти которые там для пушистой шерсти например вот там можно уже и допустить такое чтобы она была максимально пушистой сразу все волоски нам рисовали шерсть обведу форму ушка просто чтобы было понятнее чтобы один глаз такой сейчас на нас не смотрел так и я обычно знаете немножечко вот так вот форму доделываю потому что у меня на фотографии там фотография в режиме портрета видимо сделано и плюс качество тоже честно говоря ну такое средненькое мне открыто две фотографии я смотрю на на них на 2 и выбираю лучшее то что мне нужно по форме ну то что больше похоже ну и будет смотреться лучше потому что с одной стороны очень плоская форма вот здесь счетчик с другой стороны покруглее и она будет более симпатичная также где темные участки идут ушка прям вот легко легко таким жиденьким цветом я заполняю за счет этого что очень прорисовка такая тоненькая получается не такой большой расход красок ну кроме холста понятно тренировка холста она занимает больше красок там больше тратится плюс чтобы мягкая на такая пушистая получалось уже изначально удобно рисовать как бы от основной формы на фон вот так вот выводить даже сейчас уже волоски и потом постепенно добавляя добавляя слои нам будет проще делать пушистых котиков иногда вот такие вещи я потом дорабатываю и водорастворимым маслом про то что я вам рассказывала у меня есть урока портрет там такого котика шотландца на красном фоне и там как раз в рамках курса да на этом уроке мы говорили о том как совмещать вместе акрил и масло потому что акрила классные свойства что он быстро сохнет то что можно делать много слоев получается сразу такая до прорисовка детализация у масла хорошо что быстро тоже заполняется и очень мягкие переходы акрилом тоже можно сделать плюс-минус мягкие переходы но здесь видите они у меня ну довольно грубые данные движения кисти видны мазки с маслом все равно получается более пластично поэтому чтобы лишний раз с акрилом не мучиться почему бы и нет нам не соединить одно и другое вот эта технология у меня уже довольно давно работает так я уже не скажу но мне кажется будет точно я вот так вот дело во всяком случае в заказах я дорабатываю фон свода растворимым маслом получается вместе очень красиво прорисовка детальная предмета собаки к там если говорить про заказы да но это может быть что угодно и очень мягкий фон вот это мне кажется здорово и масло тоже у меня очень долго живет сейчас у меня водорастворимое масло виндзора ньютон я покупала просто набор из цветов 8 по моему супер давно еще когда-то на джексон сар и и белый по моему отдельно не докупала вот видите заговорилась и слишком сделал этот большой зрачок пока вот этот я добавлю там посмотрим может быть сокращу его за счет цвета радужки да с глазами нужно будет следить то же самое касается и бриков конечно да потому что если источник света у нас с одной стороны то брики у котят или не у котят много фигурной композиции будут все в одной стороне ну сделаю намек такой давайте на другое ушко здесь у меня она кстати с таким ну в общем неровная здесь уголочек есть такой ушко вот он здесь будет такое но но не сказать что с дефектом ну в общем она отличается от другого и заодно вот уточняю все то что я наметила карандашом точнее даже пастелью я как обычно делаю я на отдельные бумаги могу другого обычной до какой-то бумаги ну типа гознак или но белый какой-то намечаю все рисую размещаю котов то есть там можно и подумать это можно поисправлять сделать какие-то ошибки что-то поправить поменять композицию в общем посидеть над работой и потом правильные формы я уже перевожу на кальку покрываю с обратной стороны кальку мелком черным пастельным у меня мягкий мягкий черный мелок это меня были знаете такие мелкие ручной работы от черной речки парочка их было до сих пор остались они были толстые толстые и в общем они но как уголь такой по сути по сути это они как угольные очень мягкие мелки и я их использую потому что они очень крошатся вот для этого покрываю кальку вот так вот черным кладу ее на работу перевожу и у меня остается ну незаметные линии потому что сильно не разрисуешься на холсте тем более уже на покрытым фоном будет но нехорошо да если там будет куча исправлений это не будет выглядеть аккуратно а так у меня получается очень тоненькая линия но потом все равно конечно я только основные формы перенесла потом приходится что-то доделывать исправлять я просто хочу чтобы в общем когда мы конкретно что-то сделаем окружение тоже выглядело плюс-минус прилично да поэтому вот делаю такую форму так давайте сделаем давайте сделаем носик что ли у носика получается серединка конечно она не черная но я вот контур делаю серединке чтобы его не потерять затемнение сразу наношу на ноздри по сути просто я обложу по контуру и вот всегда почему-то знаете такая сложность с этими носами форма у них довольно сложный то есть вот есть полосочка которая уходит в бок то есть это боковая поверхность у носика есть фронтальная посерединке боковых а носик он вот так вот идет именно в центр то есть это не полностью да такая общая зона то есть серединка вот она буковкой что-то между буковкой т и сердечком и вот бог вот уходит такая полосочка потому что часто мы просто но нарисовали такое вот сердце и все но вот надо не забывать про боковинки чтобы нос был объемным и натуральным вот села я записываю добить и вроде освещения неплохое все неплохо даже коты спят и не орут и не мешают но кто-то делает ремонт что поделать но где-то не очень рядом я думаю может быть не будет слышно потому что я сейчас на новый микрофон записываю на петличку так что ну она это не петличка такая беспроводная беспроводной микрофон он должен погасить какие-то моменты так чуть-чуть давайте еще затемнение под правым глазиком вроде я наметила да похоже что уже вроде бы и код да сейчас я думаю что нам лучше сделать какие пути до могут быть если бы я сейчас одна делала я бы сделала ушки но я хочу показать что-то более интересное мне кажется уши вам не буду так интересны поэтому глаза они будут лучше если мы с них начнем акрил сохнет быстро это удобно можно вообще рисовать любые части сейчас просто с черным я сделаю потемнее зоны вокруг глаз наверное мы и знаете как сделаем вот этот глазик я его правда делаю доделаю его окружение тоже сделаем а потом сделаем немножко белого и может быть нос опять же чтобы это не было ну бесконечно до бесконечное такое видео кисточку я опускаю вниз потому что у меня стакан стоит с водой ниже повторюсь у меня тут такая супер конструкция затемнение внутри идет у радужки дам то есть вот идет черная полосочка это как бы краешек снизу потом идет слизистая а потом уже идет разделение вот здесь слизистую тоже нам важно не забывать она обязательно есть просто сверху она так не видно там здесь она не видно потому что на в глубине находится а здесь она как раз расположена к нам на нижнем веке поэтому мы ее видим и у котов она бывает разная кстати по цвету что очень интересно вы можете посмотреть обычно какой-то теплый природный оттеночек понятное дело присутствует там розоватый но у кого-то бывает на более бежевая у кого-то более яркая иногда уходит даже в такой сероватый у кого есть коты посмотрите на на ваших у меня не просто уру оба рыжие коты ну дом имею ввиду поэтому у них она светло-розовая здесь по-другому все выглядит потому что котик черно-белый такой как в маске хотя сейчас честно говоря я забыла мальчик это или девочка там вот эти четыре кота я не разобралась по-моему это мальчик ну неважно но я обычно угадываю кстати такие моменты сейчас делаем потемнее еще участок зрачка давайте сразу его я буду обводить поплотнее пока что мы не сделали вокруг радужку можно где-то накосячить и немножко выйти за контур либо где-то не очень аккуратненько сделать потому что потом эти участки они доделаются его тоже интересно много когда фотографии не очень хорошего качества берешь с одной фотографии общую форму до потом с другой детали и получается прям такая составная мозаика из разных кусков разные разные части нужно быть внимательным и вот все это учитывать потом конечно белые волоски мы добавим на черные и будет смотреться более реалистично хорошо так помою кисточку попробую добраться до салфетки у меня есть рядом вот она так кисточку я вытираю давайте что сделаем чуть-чуть чуть-чуть облагородим наш черный цвет я добавлю серый серый у меня тоже под заканчивается на его больше чем черного а это малевич нормальная краска честно говоря с которой средний плюс минус на вроде малевич они но не могут сказать ничего не хорошего не плохого можно хорошие только сказать про кампус но это я вам говорила мне закончился белый кстати кампусовский и надо будет покупать новый тюбик такой он прям хороший яркий а какие-то более дешевые типа брауберга вот они понятно что ведут себя где-то похуже очень глянцевые иногда уж очень прозрачный малевич неплохой и по росту шерсти вот как она идет то есть я смотрю как она поворачивает я добавляю серые волоски чтобы сделать не просто черное пятно да вот так вот причесать показать шерстинки немножко выйду за краешек то есть проработаем вот эту зону рядом с глазиком потом мы сможем туда и белый добавить поверх до на серый но пока что будет серый и он уходит видите в такой холодный на самом деле оттеночек хоть он нейтральный серый должен быть потому что у меня еще фон он теплит да и сочетание рядышком дает нам вот такой интересный эффект так я сейчас смотрю на цвет слизистый вот она кстати более сероватая поэтому серый я добавлю и на нее так вот ниже поведу когда делаешь фотореализм можно все работают всю картину сделать одной кисточкой буквально ну конечно может быть я буду добавлять на тело там что-то другое но вот это пока работает неплохо она не такая уж про маленькая и удобно что кончик он довольно тонкий здесь показываю участок слизнячка не тут одну линию не доделала вот так делаю более острую форму берем теперь черный и мы показываем границу между глазиком радужкой и слизнячком вот так чуть-чуть еще можно добавить серого посветлее и наверху тоже немножко выделим акрил сохнет быстро поэтому без проблем я могу следующие слои наносить они боятся что они у меня как-то перемешаются сейчас я сама смешаю уже серый с черным и что-то промежуточное сделаю на краях то есть чуть чуть более пушистую шерстку покажу так и здесь тоже так по форме и и причесываем на уровне глазиков соответственно шерстка идет прямо горизонтально ниже она идет ниже выше она идет соответственно наверх так вот веером раскрывается подсветим немножко участок под глазиком добавлю здесь более светлый серо-черный так ну что может быть сделаем тогда глазам что касается зеленых обычно их так мало покупаю как раз вот у меня остатки брауберга зеленого я знаете как часто делаю беру какие-то цвета безумные но не безумные ну яркие беру яркие рядом добавляю более сложные по цвету и там уже вместе мешают добавлю желтого тоже чтобы какой-то яркий был это маленькие вот такие амстердам акрилики такая прям она насыщенная по цвету зеленым будет ярко-ярко получаться я буду это мешать и с серым и с черным у меня получится как раз такое затемнение и сложный оттенок и мне нужно что-то будет добавить теплое давайте я немножко персикового добавлю как ни странно потому что глаза они такие степлиночкой они не совсем зеленые они как нежно оливковые можно сказать так вот сюда чуть-чуть даже это многое добавила вот такого персика очень красивый цвет и набор был такой замечательный такие там пастельные цвета все были классные и там мой любимый голубой смотрите какой он конечно здесь не нужен смотрите какой цвет красивый вот такой вот вообще классный такие цвета очень люблю так будем делать глаза я смешиваю здесь вот этот яркий зеленый брауберг вот для таких моментов брауберг прекрасен на какие-то большие зоны им закрашивать это уже получается что-то не очень белый нам естественно нужен да да давайте мы беленький тоже добавим белые у меня остатки кампуса там они уже некрасиво выглядят поэтому я добавлю тоже амстердам беленький сюда чуть-чуть он конечно вроде видно я подглядываю на палитру в телефон он конечно жидковат на мой взгляд немножко но лучше чем многие другие но кампус конечно будет поинтереснее так ну что давайте будем делать глаз сначала прям яркие яркие зоны расставлю посмотрим где будут самые насыщенные участки так вот такой вот у нас яркий зеленый в него домешиваю персиковый он будет усложнять свет сначала все светленькое мы сделаем что нужно а потом уже добавим затемнение так нижняя часть обычно всегда более светлая да потому что тень идет от верхнего века там получается более темный цвет а здесь соответственно более светлый заодно чуть-чуть могу скорректировать мой зрачок проверить его сделать более ровным если там неровный смешаю я давайте-ка черный зеленым чуть-чуть серого добавлю еще зеленого получится он у меня такой сложный по цвету это для затемнения наверху притом можно делать их в таком жиденьком видео прозрачно делать так что-то у меня потемнело за окном но вроде нормально видно да сейчас глаз вообще светится прям и теперь нам нужно сделать серединочку то есть что-то между светлым и темным добавляю зелененький туда чуть-чуть добавлю сочетание персикового и желтого вообще чем больше разных оттеночков тем лучше поэтому я всегда за то чтобы смешивать разные цвета разные оттенки чтобы было интересно все это рассматривать не было как можно больше таких нюансов то с очень яркими что-то зашла чуть-чуть еще тепленького возьмем персиковый легко вот так вот и виду туда на зеленый и можно даже немножко желтого желтого кажется его прям больше снизу и там прям поярче в любом случае да несмотря на то что у меня там достаточно темные глаза и ну освещение то есть так падает я стараюсь их показывать как можно более ярким при яркими иногда заказчики тоже просят бывает фотографии разные понимаете кто-то там сфоткал как получилось когда тоже не всегда сфоткаешь как нужно и поэтому какие-то вещи нужно доделывать можем вернуть наш контур глаза так сделать более четким снизу так и давайте давайте небольшое затемнение такое сделаем сверху такой полусухой кисточкой прохожусь с темно-зеленым и как бы гасим вот этот оттеночек что я думаю давайте чего-нибудь чего-нибудь еще теплого добавим вниз где-то он уж очень яркий зеленый вот такого персикового причем в жизни он смотрится не настолько ярким как на камере и с добавлением белого я проставляю глики хотя возможно потом но посмотрим может быть потом это будет корректироваться там зависимости еще от других котиков ну как у них там глазки у меня пойдут но возможно возможно и оставим из белом я обычно чуть-чуть еще где-то подчеркиваю слизистую чтобы она была более яркой и заодно тут на кисточке пока остался белого чуть-чуть можно пару волосков вот так добавить очень часто я немножко добавляю синего на зрачок вот пускай вот такой будет у меня синенький брауберг это тоже я что-то много добавила нам нужно совсем немного этого цвета чтобы серединку показать более такой светлый чтобы зрачок тоже был объемный сам по себе поэтому я набираю вот такой синенький серединочку тем более там есть блип он хорошо виден на черном цвете вот такую серединку выделяю сначала можно прям ярко-ярко чуть-чуть акрил у нас впитается и дальше мы его распространим сочетанием синего с черным покажем что у нас это блестящая зона чтобы здесь они светились блики поярче тут наверху такое свечение видим там источник света какой-то но по логике я все равно добавлю немного вот здесь на светлые зоны на голубенький сюда поставлю блик и может быть тогда ну давайте раз он там есть хотя я сделал блик пониже он будет чуть чуть ниже смотреть что неплохо то очень вверх там котик смотрит отлично ну вот да такой блестящий глаз получился у нас довольно быстро возможно да повторюсь какие-то доделки еще будут такой бывает периодически можно будет возвращаться каким-то участком и доделывать с белым я сразу давайте светлые волоски поставлю как они там под глазиком идут наверху их довольно много самое главное чтобы получалось смесь воды и краски такая не густая чтобы нас получалось ставить четкие линии особенно это важно если у вас уж очень фактурный холстом крупное зерно какое-нибудь либо даже среднее зерно иногда не получается в такую тонкую тонкую линию сделать посмотрим как ведет себя амстердам акрил в чистом виде но нормально перекрывает и он не очень глянцевый знаете когда уж очень глянцевый акрил уходит это обычно у недорогих акрилов тоже такое себе смотрится не очень и немножко на сухую кисть переходя я делаю границу черного и белого выхожу на щечку я думаю сделаем еще с вами носик так то я могу в принципе бесконечно рисовать и говорить но боюсь что это просто долго получится так и серединку носика да давайте тоже мы заполним все вокруг носа получается подготовку вокруг носа делаем здесь как можно еще поступать когда белый наносите вот в таких случаях первый слой может быть такой плюс-минус прозрачный тем более акрил высыхает он уже будет не таким ярким да он будет более темным акрил когда там водичка уходит как в акварели до сначала кажется все супер темное потом она становится как бы светлее здесь получается ну водичка уходит акрил туда вот присаживается на холст дата на картон и так далее то есть впитывается цвет становится чуть менее ярким не таким насыщенным таким блестящим поэтому первый слой когда подсох если вы с водичкой делали он станет таким более серым тем более нас подложка есть уже темная темный фон как раз вот за качество такое попросила обычно я люблю знаете такое что-то светлое но здесь она будет темненькая и но заодно какие-то усы волоски вот все что что по контуру будет красиво выглядеть на темном фоне виде свои плюсы думаю будет очень хорошо в итоге так ну а допустим у нас носик вокруг носика сделали где-то фактура она конечно помогает добавлять пушистости но я люблю когда ее по минимуму здесь это максимум такой фактуры я имею на холсте которая вот для меня именно нормально ладно и то есть и то есть давайте будем делать нос можно конечно его такой вот персиковый использовать который там был из небольших кстати вот еще один хорошенький из такого же набора из того же набора амстердам его добавлю вместе они смотрите какие все красивые смотрятся и какой-нибудь красненький так бы хотел такой этом я киноварь от брауберга кстати вообще видите я не пользуюсь но мне нужно что-то порозовее такую возьмем это красное темное но это знаете типа как такой как карминовая или как раплан даже она будет мы ее для контура возьмем потому что мы видим что носик он такой розовенько красный красный все-таки по краям я вот эту красную и беру и мы делаем серединку все то что мы делали черным сейчас получается делаем красным и даже вот внутри ноздри у нас они не черные на самом деле если приглядеться они такие с красноватым потому что внутри там то все розовое просто розовый вот этот в тени до получается красный оттенок по контуру я думаю делать не делать давайте справа я сделала к штамм у нас потемнеем все таки вот так вот ввожу там еще темное такое пятнышко есть хорошенько носик вообще очень смешной да такой интересный и можно чуть-чуть снизу даю затемнение с красным с правой стороны прям на ту же кисточку теперь беру розовый его добавляю в красный и как бы стараюсь растушевать если даже высохнет сейчас красный ничего страшного мы его там добавим и все равно все это растушуем участок с черным пока что пока что тоже можно закрасить обязательно мы там это пятнышко добавим светлый соответственно сверху у нас на его можно тоже такой полусухой кисточкой чуть-чуть вниз растушевать и дальше если есть необходимость снова красники добавляем их перемешиваем можно даже чуть-чуть вот так вот с водичкой их перемешать чтобы у нас получился как бы градиент сверху более светлый снизу более темный по розовее также будет справа и смотрите что происходит на ноздре слева идет рефлексик розовый который идет на белый участок шерсти чтобы все выглядело натурально сейчас он пока такой яркий у меня будет дальше мы его чуть-чуть пригасим это обязательно чтобы у нас все выглядело естественно не может быть про белая белая шерсть рядом с розовым носиком все равно там будет чуть-чуть розовый оттенок потом можно будет белом вот так это перемешать сделать мягкий переходик но главное пока работаете с розовым его туда добавляйте со свет по со светло-розовым вот таким это получается это хотел цвет просто посмотреть потому что он так для носов подходит вот такой вот оттенок персиково-розовый получается для носов очень хорошо он не холодный да то есть он такой относительно теплый и очень часто нос и меня с ним и идут не нужно особо смешивать с красным каким-то хотя это тоже вариант берем обычную красную либо карминового и сами свой розовый смешиваем я добавила свечение с левой стороны на носик до такой как бы контур с правой стороны тоже есть на это уже будет рефлексик рефлекс на это отражение света которые со стороны тени тоже есть на линию который темно захожу тоже с розовеньким давайте возьмем его чуть-чуть по концентрирование добавлю вот поярче наверху и в серединку возьму с водичкой нашу красную ей пойду навстречу цвет пытался да я смотрю что хочется вроде бы как-то покраснее и поэтому добавляю его побольше поярче делаем полоску посередине снизу можно чуть больше красного и еще справа у меня опять же видите фон какого цвета он дает конечно свою тонировку это нужно учитывать мы не на белом цвете работаем то есть какие-то участки какие-то зоны они сразу будут ставиться темнее по цвет нашего холста но это это и неплохо да потому что получается более сложный оттенок вот как на как на работаем и на пастельной бумаге она тоже же ну и пастель мат не в таком большом количестве как другие но все равно она задает свой тон и какой-то оттеночек нам дает серединку полосочку я сделала потемнее я смешала черный с красным чтобы просто побольше выделить ее сделать почетче так пока что так я его оставлю черный там у меня еще не подсох вроде но кстати на вот этой бумажной палитре очень быстро подсыхает я смачиваю краски просто капельки вот так вот как в акварельку наверх добавляю и так сохнет все-таки дольше на пластике если на пластиковой тарелочке либо на пластиковой палитре сохнет меньше ну вот на мой взгляд мне так кажется будем делать пятно черное сначала прям вот ровно можно с черным закрасить то есть где-то осветление пока не добавлять такой тоненький слой дело смотрю он как раз на более четкую фотографию потому что не четкой фотографии вообще там ничего не видно какое пятнышко по форме и когда пятнистые носы очень важно чтобы это выглядело натурально до чтобы это не было как какая-то грязь как будто бы чтобы было понятно что это действительно пятнистый нос и там сейчас если поподробнее посмотреть мы видим на брик понятно да что уголочек такой треугольничек в серединке уходит у этого пятна и сейчас возьму розовый покажу там слева мы видим опять переход в розовый цвет то есть там не до краешка носика идет вот это пятно это нужно будет нам передать сейчас с одной стороны мне нужно и у розового сделать контур и чтобы было понятно что вот вот это черная да и сделаем то что я еще не доделала то есть вот как бы внизу фронтальная поверхность носика и есть часть где как бы она поворачивает вот здесь то есть уже в глубину идет ее тоже добавляем и затемнение немножко еще внутри много слишком красного черный с красным я смешаю у меня такой бордовый должен получиться так вот такой носик вот эту полосочку про которую я говорила где вот боковая сторона носа идет на нее можно чуть-чуть добавить розового и потом вот этот розовый его перемешать с беленьким либо с белосером даже потому что там выйдет он не чисто белое это вот потемнее на носиком тоже кстати иногда бывает там же просвечивает кожа и поэтому вокруг него идет тоже такой розоватый оттеночек так что еще давайте мы из последнего наверно разберем с вами тоже такой любопытный момент волоски которые идут под носиком они супер маленький прям если приглядеться не крошечный крошечный вот так вот веером тоже в разные стороны расходятся с другой стороны носика тоже слева да у меня больше света поэтому там прям вот поярче такими точечными движениями делаю покажем светлые шерстинки наверху как они уходят чтобы обозначить и темные светлые зоны конечно еще потом не нужно будет осветлять здесь более горизонтальная поверхность потом носик уже поднимается к переносицы поэтому здесь будет светлее это же вот так вот веером стороны вправо влево у нас шерсть расходится даже если досконально не видны эти волоски там из-за поверхности холста еще за чего-то все равно их нужно передавать но и потом потом что мы вот так вот перейдем на щечки сделаем первый тон таким менее ярким чтобы снизу у нас было темнее сверху светлее и будем добавлять дополнительные слои сейчас наверное пару бликов на носу поставим и все и будем завершать блик можно вот сюда на на черном фоне ну вот вот такой у нас хорошенький носик получился глазик мы тоже с вами проработали по глазику там понятно да еще я добавлю маленьких волосков когда буду эту зону доделать из тут прям совсем небольшие такие есть волоски много участков где такие тоники тоники белые кропления идут вот так вот ну что будем тогда завершать вот этот момент я прям довольно оперативно постаралась показать за этот промежуток времени что получается сделать вот и вот так вот постепенно буду всего котика заполнять спасибо вам за внимание надеюсь это интересно полезно и если есть какие-то вопросы если есть комментарии обязательно оставляйте их под видео и до новых встреч друзья